Всем привет! Давно у меня не было подборок самоделок, поэтому не будем тянуть кота за хвост. Поехали! Первая самоделка безусловно понравится тем, кто занимается столяркой. Хотя не все, конечно, используют крепление на косой шуруп. Как вы догадались, это приспособление именно для такого способа крепления деталей. Это небольшой переносной столик с рычагом, который одновременно прижимает деталь к основанию и подаёт встроенную дрель, высверливающую отверстия под определённым углом. Все же возвратные механизмы работают благодаря пружинам. Еще один станок на базе дрели. На этот раз это осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок. При запуске дрель автоматически вращает шпиндель, а также благодаря механизму одновременно происходят осциллирующие, или говоря проще, вертикальные возвратно-поступательные движения. Ну а такой станок – это отличный помощник в обработке внутренних поверхностей кольцевидных деталей и, конечно, круглых отверстий. Для сварщиков тоже есть отличная идея. Из пластиковой трубы на 50 можно изготовить тубус, с одной стороны которого будет крышка, а с другой – отверстие подачи электродов. При этом конструкция устроена так, что поворотный механизм не даст выпасть электродам тогда, когда это не нужно. На стройке такой тубус можно нацепить на ремень и спокойно перемещаться. Но стройка стройкой, а обед должен быть по расписанию. Как же успевать и строить и есть? Легко со стейкмастер Редмонд. Грилем, духовкой и барбекю три в одном. Включил, нагрел, выложил стейк. Гриль сам определит время жарки по толщине мяса. Еда готовится, вы работаете. Греется до 240 градусов, но к антипригарному покрытию ничего не липнет. А для барбекю на 180 градусов развернул и места для жарки в два раза больше. 7 автоматических программ, можно печь, тушить и разогревать. А с приложением «Готовим с Редмонд» не надо морочиться с рецептами. Бери по вкусу и готов с любым грилем Редмонд дома и на природе. И только 10 дней, скидка в 35% по промокоду школа. Ссылка в описании. Ну а аппетит также хороший приходит и после баньки. Для неё же можно собрать паровую пушку, которая позволит получать лёгкий невидимый пар и отличный жар. Устанавливается она в каменку, закладывается камнями и всё готово. Наверное, самые популярные соединения в столярке – это шип-паз. Именно для такого способа стыковки материала создан этот станок на базе ручного фрезера. Чтобы иметь широкий диапазон размеров, предусмотрена смена шаблонов, по которому и происходит изготовление шипов и выборка пазов. Все ссылки на подробные ролики с этими самоделками вы найдёте в описании к этому видео. Если вам понравилась эта подборка, не забудьте поставить лайк и написать в комментариях, что вам приглянулось. Ну и подписывайтесь на канал, впереди очень много интересного. Всем добра и всем пока!